Что такое подготовка тренеров к соревнованиям? Прежде всего, это отсмотр и анализ ближайших конкурентов. И очень удобно работать, когда у твоих подопечных сложился какой-то круг конкурентов, с которыми у тебя есть записи, как именно твои подопечные с ними играют, и ты можешь все это детально проанализировать. Сейчас мы перешли в более старшую, к детскую возрастную категорию. И здесь у нас очень большой круг соперников, соперниц в данном случае. И, естественно, записи, как мы играем против них, у нас нет. И поэтому детальные какие-то планы составить не получится. Но в этой ситуации нужно хотя бы иметь представление, как кто в целом играет. И поэтому моя супруга подготовила для нас вот такой вот файл, где из интернета выкачаны матчи как минимум 30 спортсменок, с которыми нам, возможно, будут предстоять матчи. Чтобы вы понимали, вот такая работа, всех их найти, выкачать, как-то отсортировать эти матчи, у нее заняло два полных рабочих дня. И, например, я как тренер, я бы просто не нашел времени на такую работу. А она вот это время нашла, за что я ей безмерно благодарен, потому что даже вот такой поверхностный взгляд на соперниц позволяет составить какой-то план на матч. То есть понять, как спортсменка играет, какие подачи подает, играет больше правой или левой стороной, стрелок или удерживает мяч. То есть, по крайней мере, можно подготовить какую-то базовую линию, от которой потом уже будешь отталкиваться. Короче говоря, к открытому первенству Хорватии мы подошли во все оружии. Меня зовут Артем Уточкин. Это 26 выпуск видеоблога «Обратная сторона игры». Поехали! Для начала поясню. Все открытые первенства стран, входящие в календарь ITTF, делятся на три категории. Обычный или регулярный, премиальный и золотой. Отличаются они, как и турниры взрослых, по сумме призовых и количеству очков в мировой рейтинг. Любой золотой турнир или «голден», как он называется в мировой серии, дает в два раза больше очков в рейтинг, чем регулярный, поэтому состав всегда собирается очень сильный. Вот и хорватский турнир, о котором пойдет речь, как раз и был из категории «голден». И состав подобрался соответствующий. Сюда приехали и китайцы всех возрастных категорий, гости из Тайпея, Гонконга, немного из Южной Кореи и Японии. Мы едем на подобные турниры, чтобы по факту сыграть несколько соревнований. Первые два дня играется непосредственно личный и парный юниорский турнир, а в оставшиеся три дня юниоры играют команды, а кадеты – команды, лички и пары. То есть ты играешь пять дней, и последние три дня график игр особенно плотный. Если полгода назад юниорский турнир для нас был чем-то вроде средства разыграться перед кадетскими играми, то сейчас, когда все девочки уже покинули мини-кадетов, хочется видеть настоящую борьбу. Проход из группы и несколько туров по сетке. Об этом я сказал на собрании, и кажется, что спортсменки меня услышали. Мария, сеяная третьим номером в группе, из трех человек, выигрывает 3-2 у первого номера, весьма неслабой и, разумеется, более взрослой хорватки, и проигрывает 2-3 второму номеру из Польши. Как итог, выходит из группы в сетку со второго места. Что касается игры, то кто внимательно следит за обратной стороной, помнит, что у Марии были психологические проблемы с игрой в концовках. Но мы и справляемся. В частности, в матче против хорватки Мария вела 2-1 по сетам и упустила концовку, которая имела преимущество. В этот момент я подумал, что все закончится по уже знакомому мне сценарию, тем более, что в пятом сете счет стал 9-7 не в нашу пользу. Но Мария очень достойно провела концовку, вырвав сет 11-9. Анастасия же в стартовом матче также играла против хорватки, которая тоже была первым номером в группе. Мы повели 2-0 и аж 9-5 в третьем сете, но дожать матч так и не смогли. На самом деле, я еще в концовке второго сета увидел, что хорватка находит варианты и дожимать матч надо сейчас, иначе пойдет перелом. Анастасия в силу неопытности пока такие моменты еще не чувствует. А со стороны было видно, что хорватка ушла от игры на шипы и стала затягивать нас в перекрутку по правой диагонали. А тут, учитывая наш возраст и наши габариты, шансов против взрослой хорватки было очень мало. Весовые категории пока не сопоставили. В итоге довольно обидные 2-3, после которых победа над босникой и, так же, как у Марии, выход в сетку со второго места в группе. Юля, к сожалению, в группе по юниоркам завязать борьбу не смогла. 0-3 словачки и 0-3 нашей ровесницы из Египта по фамилии Года, который я рассказывал вам в выпуске из Швеции. Каждый раз, выезжая с тремя спортсменками на подобные турниры, ты вынужден разрываться. Матчи часто в одно время, а ты расстроиться не можешь. И должен делать сложный выбор, кого же сесть секундировать. Бывает, решение принимается из расчета шансов на победу, а бывает из того, кому в данный момент нужнее мои подсказки и настройка игры. Вот и в первом круге сетки в матче за выход в 64 мне пришлось выбирать. Выбрал матч Анастасии с Люксембургской китаянкой, а на соседнем столе Мария играла с талантливой босникой, которая, как и мы, еще кадетка. К сожалению, Мария не смогла, что называется, войти в матч. И обидные 0-4, хотя возможности не то чтобы побороться, а даже выиграть вполне просматривались. На стол Марии я поставил камеру, поэтому вы видите кадры матча с босникой, а вот кадры матча Анастасии показать не могу. А жаль. Матч был очень хороший и по игре, и по настройу. И закончил Анастасии его 4-0 в свою пользу. После игр вечером спросил у Марии, в чем же была проблема, почему не удалось включиться в борьбу, на что получил ответ, что она не смогла настроиться из-за непривычно позднего времени матча. Матч, кстати, начинался в 21.40 по Москве. Международные юношеские турниры такого уровня это очень трудные в плане физики мероприятия. У нас в России как? Половину дня играют юноши, половину девушки. То есть ты очень интенсивно, не остывая, играешь 3-5 матчей с 10 утра до обеда и полдня отдыхаешь перед завтрашним заходом. Здесь же расписание всегда строят из расчета, что спортсмен целый день находится в зале. И игры идут примерно так. Тур юноши, тур девушки, тур пары и потом вновь по кругу. Сложность в том, что перед каждым таким матчем ты должен минут 30-40 размяться на столе, и в итоге за день ты по большому счету не выключаешься из соревнований. А вернее должен включаться заново по 4-5, а то и 7 раз. То есть в совокупности это отнимает в разы больше сил, чем такое же количество матчей, сыгранных подряд. У Марии же опыта на международке меньше, что сказалось на ее неготовности включиться в матч в 9 вечера. Короче говоря, я объяснил Марии, что если она хочет идти дальше, в лидеры европейской арены нужно себя готовить к такому режиму. У Анастасии же за выход 32 была китаянка, которая преподала нам игровой мастер-класс. Эта девочка 2004 года, по 2001 году, то есть по юниорам, выигрывала премиум турнир в Италии, а здесь стала второй. По моим ощущениям играет сильнее лидеров нашей взрослой сборной. Не исключаю, что мы ее в свое время можем и в национальной сборной Китая увидеть. С такими мы пока выходим просто поучиться. Кадетский турнир стартует с группового турнира команд. Из группы в четвертьфинал выходит только одна. У нас с первым номером Чехия, вторым мы, то есть команда Россия-Б, и третьим Испания-Б. С испанками непросто, но справляемся. Чешки тоже обыгрывают испанок, и у нас с ними решающий матч за выход из группы. У чешек сильный, но неровный состав. Первый номер девочка с очень высоким рейтингом, а второй номер девочка 2006 года, то есть на год старше Юлии и Анастасии. И надо отдать должное для своего возраста, весьма не слабое. Но, собственно говоря, к матчу. На втором номере против сильнейшей чешки начинает Мария. Здесь отмечу, что нам очень помогло то, о чем я говорил в начале. Набор записей с европейскими кадетками из разных стран. Эту чешку я перед матчем неплохо разобрал и показал девчонкам, что она делает, к чему быть готовым и как выстраивать свою игру. В частности, нужно было готовиться к сочетанию короткой и очень хорошей быстрой подачи слева, а также к тому, что она стремится вывести соперницу на контрыгру по левой диагонали и очень остро в этой ситуации действует. С учетом того, что она занимает позицию в центре стола, чтобы большую зону покрыть левой стороной, предложил сыграть больше по косым углам, чтобы заставить ее действовать из некомфортных условий. И анализ свое дело сделал. Мария в первых двух сетах неплохо справилась с подачами и грамотно разыграла свою. В итоге, счет 1-1. Кто-то скажет, что, мол, 1-1 это ничего выдающегося, но я вас уверяю, не знаем мы, как она действует, и не имея конкретного плана, счет был бы 0-2. А учитывая, что третий сет чешка основательно собралась и разозлилась, то вообще могли бы отлететь 0-3. Но счет по сетам 1-2. Игра до середины сета идет с небольшим перевесом в пользу чешки, и при 3-5 я беру тайм-аут, в котором прошу Марию поменять маятник на современный топор. Такой вариант начинает работать. Мария постепенно переламывает сет, и счет становится 2-2. Пятый сет до счета 7-7 идет без чего-либо явного преимущества. Но при 7-7 Мария вот так не принимает 2 подачи, и на ровном месте счет 7-9. Ну вот всегда бы так стабильно. Если посмотреть на эту игру отстраненно, то, как по мне, это был один из лучших матчей Марии по содержанию. Раньше она очень часто сбивалась на банальную контр-игру, хотя на тренировках мы работаем над вращением. Такое случается из-за желания, что называется, спастись во время розыгрыша, ничем не угрожая сопернице. А в этом матче я увидел постоянное стремление к более плотному, насыщенному турспину, и отсюда целый ряд образцовых для Марии розыгрышей. На вечернем собрании я попросил Марию запомнить это состояние, это тонкое ощущение острой игры и настоящего топ-спина. Запомнить и стремиться возвращаться к нему в каждой игре. Причем получаться будет не всегда, но теперь есть отчетливое понимание, к чему нужно стремиться. Вернемся к матчу. Итак, командный счет 1-0. Дальше Анастасия помучилась со вторым номером, выиграла 3-0, но во втором сете был затяжной баланс, и счет мог стать 1-1. К счастью, все закончилось в нашу пользу, и мы ведем в командном матче против чешек 2-0. На пару выходят Юлия и Анастасия. Пытаемся строить тактику через более сложную игру на ровесницу. Ведем 2-1, и расстановка наша. Настя на младшую чешку, но из-за невынужденных ошибок дело доходит до 5-го сета, а затем мы ведем 5-1, и в как бы своей расстановке умудряемся проиграть 7-11. Да, поворот так поворот. Да и чешка сильнейшая против Анастасии выходит злая, и первый сет проходит под ее диктовку. Во втором, правда, мы получше справляемся с приемом подачи, и поактивнее продолжаем атаку правой стороной. 1-1. Третий сет идет под диктовку Анастасии, но после 9-6 счет становится 9-8, и я беру тайм-аут. Упускать преимущество в такой ситуации и позволить чешке повести 2-1 просто нельзя. В итоге сет Анастасия вырвала и повела в четвертом 3-0. Но после тайм-аута чешки игра пошла ровно. В концовке 9-7 за Анастасией, но 9-10 уже за чешкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ не совсем выдерживая напряжение, но надеюсь, что мне просто казалось. А ключевым моментом, на мой взгляд, стал розыгрыш при 15-15. Ничего особенного, но посмотрите, как у Насти сработали ноги и туловище на тупспине. Практически как у Малонга. А обращаю я внимание на этот момент, потому что Анастасия на сегодняшний день выросла в мощи тупспина справа и готова выигрывать атакой на более высоком уровне, но иногда сбивается и начинает атаковать по-детски, просто на стол. Но это момент рабочий. Главное, чтобы мощной атаки становилось все больше и больше. Для наших целей это жизненно необходимо. В итоге уставшие, но довольные мы возвращаемся в отель. Надо еще успеть показать спортсменам, как играют немки, с которыми мы уже завтра в 9 утра сыграем четвертьфинал. Где-то в перерывах между матчами, где-то перед сном я просмотрел большую часть соперниц, и в блокноте уже были заготовки на игру с немками. Итак, четвертый день игр. Четвертьфинал с первой командой Германии. Начинает Анастасия против их второго номера. Девочка чуть выше по рейтингу, значит силы в целом равны. Первые два сета играем по своей схеме с учетом некоторых слабостей соперницы. В частности, ее проблем с быстрым разворотом под игру справа и отсутствие активной игры на приеме подачи. Ведем 2-0 и 8-6. Чем опасны немцы? Они никогда не сдаются, как будто у них в крови яростное желание быть лучшими в Европе. А еще они до безобразия педантичные и исполнительные. К концу третьего сета стало понятно, что они нашли лазейку в игре против Анастасии. Немка стала очень спокойно действовать на приеме атаки, возвращая все топ спины мягкой неприятной подставкой на шипы. Конечно, такой вариант был возможен с учетом того, что атака у Анастасии пока еще не настолько мощна, чтобы ее невозможно было принять. А немки крайне стабильно удерживают игру на приеме. Итак, немка отдает инициативу, очень стабильно удерживает прием и разово переходит в атаку. Кто-то подумает, а нафига он рассказывает, какая тактика сработала против его подопечных? Дело в том, что именно таким надежным приемом в России никто не владеет. У нас больше используется разовая контратака, а отдать инициативу и безошибочно на максимальном риске попадать весь матч невозможно. Поэтому такого варианта со стороны российских соперниц я не боюсь. Они опасны другим. Но вернемся к матчу, который в четвертом сете пошел под откос. Счет стал 2-2. Перед пятым сетом полностью меняем тактику. Если в начале мы стремились постоянно разнообразить направление атаки, то сейчас я предложил сыграть только влево. Для чего? Соперница настроена на удержание. Если сыграть только влево, то обострять она не будет, а будет только менять направление. В нашем случае это будет перевод вправо. Мы должны его ждать и сыграть по нему активно, причем опять же влево. В целом, измененная тактика работает, но пятый сет это не только тактика, но и борьба характеров. На переходе Анастасия проигрывает 3-5, но я кричу, что матч только начинается, и она постепенно добавляет к обозначенному направлению разовые ходы в локоть, которые после серии очков влево становятся неожиданными. Командный счет 1-0. Мария выходит играть против сильнейшей немки. Эту девочку я предлагаю вам запомнить. Аннет Кауфман, 2006 года рождения, по своему возрасту выиграла Евро Миничамс за явным преимуществом. В основе кадетской сборной Германии с начала прошлого сезона. Как я понимаю, из русской семьи, потому что по-русски говорит очень хорошо. Играет в очень интересном стиле. Хорошая подача с боковым нижним и боковым верхним вращением коротко вправо, плюс отменные быстрые подачи по всему столу. Фирменной же ее особенностью является прием атаки. Она сознательно, хорошей срезкой провоцирует оппоненту начинать и потом встречает очень плотным, я бы сказал, взрослым блоком. Причем, что самое интересное, Кауфман вообще не путается в том, куда пойдет атака. То есть не принять она где-то может, а вот не среагировать за наш матч я такой ситуации не увидел. И здесь надо отдать должность, что Мария нашла ее относительно слабую сторону. Это начало атаки. По длинной срезке начинают не всегда уверенно. Но чтобы реализовать такой момент на 100%, нужно самому очень хорошо владеть контратакой. В итоге первый сет Мария взяла, но потом качества и уровня не хватило. Разница в стабильности приема атаки сказалась и 3-1 в пользу немки. Дальше шла пара, в которую я впервые поставил не Анастасию и Юлию, а Анастасию и Марию, поскольку в этом матче нужно было больше мощи, чем могла дать Юлия. Пару я не снимал, но получилось у девчонок неплохо. Боролись на равных и проигрывая 1-2 по сетам, повели 10-8. И все шло к пятому сету, но немки посадили два края и если один был сделан в атаке, то второй был просто случайным. Обидно, но это спорт. Дальше при командном счете 1-2 не в нашу пользу выходят сильнейшие номера. Анастасия Иванова и Аннет Кауфман. Уровень быстрых подач сложнова для Анастасии, да и прием атаки немки делает свое дело. 0-1. Во втором сете хорошее начало становится видно, что когда немка проигрывает, действует уже не так уверенно по шипам. Счет 1-1. Дальше начало вновь за немкой, как и весь сет. Счет 1-2. Четвертый сет дублирует второй и Анастасия сравнивает счет. Но в пятом сете Кауфман отыграла очень плотно, оставив нам надежды только на следующий матч. Если разбираться в том, могла ли Анастасия реально претендовать на победу против более опытной Кауфман, то очевидно, что не хватило качества в приеме подачи правой стороной. Из-за этого приходилось периодически прибегать к заходу левой стороны вправо, что с левшой в разы труднее из-за того, что подача идет по диагонали. А с учетом быстрых подач немки это обернулось против нас. Ну да ладно, мы дали настоящий бой сильнейшему составу немок и остановились всего в шаге от медалей. Помните, я говорил про плотнейшее расписание игр? Четвертфинал начинался в 9 утра, закончился в 11, а в 11.30 у Юлии и Марии уже первый матч в группе кадеток. В группах по 4 человека и три матча играются практически друг за другом. Так вот, я один, девочек трое и играют практически одновременно. В этой беготне со стола на стол, даже не успев поставить камеру, с трудом вытаскиваю матч с испанкой у Анастасии. Испанка у нее была вторым номером. По рейтингу они очень близко, я подбежал уже при счете 1-1 по сетам. После этого мы проигрывали 1-2 и в четвертом сете я брал тайм-аут при счете 7-6 в пользу испанки. То есть от поражения нас отделяла пара очков. Хорошо, что мне удалось на шуте Анастасии, что она должна собрать остатки сил и отработать в настоящей плотной атаке, а не в ее муляже. В итоге вытянули такие 3-2, но понервничал я изрядно. У Анастасии выход из группы с первого места. Юля же, проиграв приличному первому номеру, играет за выход из группы со словачкой. Несколько слов о Юле, поскольку до этого я много говорил про Анастасию и Марию. Как вы помните, с предыдущего выпуска Юля из-за болезни вынуждена была пропустить евроминячам в Странбурге, плюс мы решили поберечь ее и не выставлять на наш всероссийский турнир в Чебоксарах. В итоге получилось, что к Хорватии у Юлии не было соревнований целых 4 месяца. Для спортсменки, которая весь сезон играет турнир за турниром, это очень много. А если вы внимательные зрители обратной стороны, то помните, что последний старт у Юлии был на первенстве России по мини-кадетам, которые она сыграла неудачно. То есть в Хорватии за плечами не было уверенности в своих силах и такого тонкого и нужного ощущения остроты борьбы. Нити матча. В команде Юлия играла против испанок и свой матч хоть и в борьбе, но проиграла. Там было очень много суеты и не было четкого понимания, в какой рисунок игры она должна играть. Поэтому в группе для меня важнее всего был не факт выхода в сетку, а настройка своей игры. В частности, это прием подачи. Юлия часто выбрасывается на мяч раньше времени и принимает неверное решение. Прием атаки. Та же история. Попытка закончить розыгрыш сразу же, хотя от природы Юля очень чувствительная спортсменка и может разыграть прием в несколько ходов. Плюс продолжение атаки. Ненужные попытки выиграть очков вторым ходом, хотя мы ни разу не взрывные и должны разыгрывать атаку за счет стабильности и грамотных направлений. Постепенно, сет за сетом, под мой аккомпанемент ситуация улучшается. Появляются розыгрыши из двух-трех ходов и в упорной борьбе мы одерживаем победу 3-1 и Юлия выходит в сетку со второго места. Мария, так же как и Юлия, была вторым номером в группе и в целом навязала борьбу одному из лидеров Европы в этом возрасте француженке Люц. Навязала, но не до конца поверила, что может. Не получилось такого же напора, как в команде с Чешкой. А затем, параллельно с Юлией, был матч с третьим номером. Я решил сесть с Юлией, потому что Юлия это сейчас было нужнее. А Мария уже полностью вошла в игру, провела целый ряд матчей и в ее победе я не сомневался. Но в итоге, увы, поражение от средненькой венгерки и не попадание в финальную сетку. Обидно. Особенно с учетом той игры, которую здесь нашла Мария. Очень хотелось, чтобы она еще поиграла. Но, к сожалению, уже с матча против француженки начался какой-то постепенный спад в игре, который, видимо, достиг апогея в этом злополучном матче. О чем это говорит? Об опыте международных игр, которые Мария только начала набирать. В таких ситуациях, когда не идет, а выиграть надо, нужно уметь подстроиться и победить не за счет супер игры, а за счет умения обыграть соперницу, оказаться немного хитрее. Но в любом случае, как сказала моя супруга после соревнований, Мария растет. И эти соревнования показали, что психологически она стала сильнее. Уверен, что мы на правильном пути. А в этот день у нас оставались пары, в которых Настя с Юлией, к слову, дошли до четвертьфинала и проиграли там сильнейшим китаянкам. Но формат блога не может вместить все, поэтому пары мы упускаем. Хотя отмечу, что за выход в восьмерку мы реваншировались против чешек, которым проиграли пару во время командного матча. Итак, последний день игр и финальная сетка. Анастасия за счет выхода с первого номера сразу в 32, а Юлия за выход в 32 играет против словачки, которую, к слову, мы опять же разобрали благодаря тому архиву, который у нас был перед этим турниром. Основной идеей в этом матче было то, что словачка нацелена на мощный розыгрыш из двух ходов. Три-четыре хода она банально не выдерживает. Первый сет ищем свою игру и проигрываем. А вот второй и третий сет Юлия играет образцово для себя. С головой, без суеты, прием подачи по месту, использует свое умение разыграть прием атаки, плюс своя атака с необходимым качеством. Ведем 2-1. В четвертом сете Юлия продолжала все делать правильно, но в некоторых моментах перенапряглась и сыграла нестабильно. Это позволило словачке дойти до баланса. Очень обидно, ведь все было так близко. Пятый сет Юлия постоянно догоняла. Игра уже не шла идеально. Скорей были качели. Так дошли до 9-9. Знали бы вы, как мне было обидно на тренерском мостике. Наконец-то найти свою игру и чуть-чуть не выдержать. Но с другой стороны, очевидно, что Юлия сейчас есть над чем работать по игре. А также через новые соревнования нужно набрать уверенность, чтобы в концовках не допускать невынужденных ошибок. Короче говоря, следующие старты покажут, насколько хорошо мы с Юлей выполним домашнюю работу. Анастасию же в матче за выход в 16 поджидала девочка из Гонконга. Не буду навевать тумана и интриги на этот матч, а просто скажу, что пока такая соперница оказалась не по зубам. Она и взрослее на 3 года, и помощнее. Во втором и третьем сете удавалось до середины держаться с ровным счетом, но не более. Отмечу, что в конце соревнований прорезались проблемы с приемом атаки с шипами. Вообще прием атаки с шипами это тонкая материя. То ты ловишь нужное чувство, то оно уходит. Только тренировка и вдумчивый подход к технике приема позволят постепенно нарастить, если так можно выразиться, мускулы стабильности. К сожалению, не удается сделать выпуск сразу по приезду в соревнованиях, поэтому заканчиваю данный выпуск уже за 2 дня. До следующих соревнований буквально через 2 дня стартуют наши российские соревнования. Это не ключевые соревнования осени. Топ-24. Вот сейчас в данный момент готовлю для девчонок ракетки. Будут выступать все четверо. Катя, Маша, Настя и Юля. После Хорватии мы провели такую работу по горячим следам, по ошибкам. Работа где-то клеилась, где-то не очень. Были такие сложные психологические перипетии. Об этом, возможно, расскажу в следующем выпуске. Но о том, как мы будем играть, об этом расскажу точно. Меня зовут Адемович. Это был 26-й выпуск видео «Блога обратная сторона игры». До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok